Добрый вечер! Сегодня понедельник, как всегда, в эфире телеканала «Семей» программа «Диалог». Сегодня мы говорим о работе управления по контролю области Абай. Очень важная тема, очень интересная и, я бы так даже сказал, очень сборная. То есть не только о трудовом законодательстве мы сегодня поговорим, но в целом о деятельности этого управления. У меня сегодня в гостях руководитель управления по контролю, также ГАСКИ инспекции труда Чингис Ниязыча Манжолов, а также заместитель руководителя управления в сфере трудового законодательства Ирланд Сирик Бусынович Няткобылов. Добрый вечер! Здравствуйте! Рады приветствовать вас в студии. Будем надеяться, что эта встреча не последняя. На регулярной основе будем встречаться, тем более, как мы до эфира обсуждали, материала действительно много, есть о чем рассказать. Но давайте мы начнем с целей и задач управления, то есть что входит в ваши функциональные обязанности, какие задачи ставятся перед вашим управлением. Все верно, спасибо. На сегодняшний день управление по контролю области Абай уже с момента создания области существует, зарегистрировано как юридическое лицо. Наша деятельность связана именно по государственному контролю, надзору области Абай, сфере архитектурно-городостроительной деятельности, а также сфере трудовых отношений. Значит, основные функции – это управление по контролю в сфере регулирования трудовых отношений, требования к безопасности охраны труда, а также сфере качества строительно-монтажных работ в области. Также основная задача, конечно же, это наше повышение качества строительства в области Абай при выполнении строительно-монтажных работ. Также по строящимся объектам целей можно отметить, что перед началом строительно-монтажных работ, вообще в целом, что необходимо получение каких-либо разрешительных документов в сфере строительства. То есть, как бы основные направления, ну, также можно отметить здесь, что при строительстве, при выполнении начала строительно-монтажных работ необходимо получение ряд разрешительных процедур, исходно-разрешительных документов, а именно, значит, это отведение земельного участка, архитектурно-планировочное задание, согласование эскизного проекта с уполномоченным органом в сфере архитектуры года строительства, а также получение экспертизы и подачи уведомлений о начале строительно-монтажных работ. Я как бы вкратце объяснил получение. Я понял, что здесь, да, тема глобальная. Ну, то есть, получается, неважно, частный ли это объект, юридическое лицо, это по государственной ли программе какой-то строится объект, все равно это все будет проходить через вас. Здесь хотелось бы разграничить именно в части по именно категории объектов. То есть, есть три категории объекта, первая, вторая, третья. Первая повышенная, вторая нормальная и третья технически несложные объекты. То есть, контролю со стороны управления нашего не подлежат, это индивидуальные жилые дома до двух этажей, первая, хозяйственные постройки, которые у себя во дворе делают, да. Ну, то есть, да, сарай, да, не надо регламентировать. Технически несложные объекты, скажем так, которые мы не контролируем, контроль не подлежит. Ну и коттедж, если кто-то себе строит, естественно. Да, конечно, естественно, это такие как бы... А многоэтажный жилой дом, школа. Да, соответственно, как я сказал, отметил, что до двух этажей, если свыше двух этажей, даже в случае индивидуального жилого дома, соответственно, подлежат контролю со стороны нашего управления. Причем как сам процесс, так и материалы, да, как я понимаю? Естественно, да. Есть 750-е правила, мы говорим, правила прохождения разрешительных процедур, где четко определены, каким образом получают разрешительные документы. Это порядок расписан и до ввода объекта в эксплуатацию. А законы, нормативные акты, которыми вы руководствуетесь? Ну, можно отметить, конечно же, это первую очередь, если в сфере строительства будем брать, закон об архитектурно-корадостроительной деятельности, это основной закон. Как я уже выше сказал, правила прохождения разрешительных процедур. Также государственные нормативы, это что государственные? Это нормы СП, РК, то есть строительные правила, строительные нормы, ГОСТы и так далее. То есть это основные документы, которые мы руководствуем при проведении проверки. Касательно проверки я уже отдельно остановлюсь. А в частности трудовых, трудовой деятельности, там тоже какие-то кодексы есть? Да, у нас есть трудовой кодекс, в котором непосредственно регулируемся данным кодексом, в ходе проверки, рассмотрения обращений. То есть процедура проведения проверки у всех контрольно-надзорных функций, у госучреждений одинаковая. Процедура расписана, это уже в Министерстве нации экономики, это в рамках предпринимательства кодекса, а также кодекса об административном правонарушении. Ну вот давайте, может быть, на строительстве сейчас остановимся. Как осуществляется архитектурно-строительный контроль и надзор за строящимися объектами? Может быть, проще будет, наверное, даже так сказать, ну вот начинается, подает кто-то заявку построить там, допустим, многоэтажный, многоквартирный дом. Сначала они должны получить все разрешительные документы. Естественно, их вы даете вы, как я понимаю. Они обращаются к вам, им нужно сделать так, чтобы этот земельный участок им выделили, соответственно, как я понимаю. Ну да, я понял. Значит, у нас есть понятие проведения проверки, мы говорим, и также вот, как мы говорим, камеральный контроль. Что такое камеральный контроль, да? Здесь такое понимание именно в сфере строительства. То есть сейчас понятия выдачи разрешительных документов, ее нету. То есть человеку не нужно ждать какой-то разрешительный документ перед началом строительных монтажных работ. Я конкретно про наш орган говорю. Раньше было прям разрешение на строительство. Как говорится, справку надо уметь. Сейчас все это дело упростили законодательно. Все это предусмотрено. Теперь есть определенные этапы прохождения. Есть органы, то есть это в лице отделов архитектуры и градостроительства, которые исходно разрешительные документы выдают. То есть изначальные документы, где будет объект построен, соответствует ли она генеральному плану или плану детальной планировки. Города всего. Города всего. Возможно ли там расположение жилого дома, магазина, торговый центр и так далее. Инфраструктура. Да, инфраструктура, соответственно, да. То есть это все решает органы архитектуры, градостроительства, городов и районов. К нам, чтобы понимание было, мы тот орган, который уведомляет о начале производства строительных монтажных работ. То есть подать к нам уведомление о начале работ необходимо пройти вот эту процедуру до проектирования. То есть разработку проектно-смертной документации, согласование с органами архитектуры и градостроительства, эскизного проекта, прохождение проектно-смертной документации, экспертизы. После этого, значит, застройщик, заказчик подает уведомление о начале строительных монтажных работ. То есть ему автоматически, он просто уведомляет нас. Есть форма определенная, через ИГОФ они подают, и лицензирование. Все это расписано, они просто уведомляют нас. Не нужно никакой документ разрешить им ждать от нас. Соответственно, они получают автоматически этот талон о том, что нас они уведомили о начале работы. После этого застройщик приступает к работе. А сам процесс вами контролируется? Вот как раз таки я хотел остановиться по камеральному контролю. Здесь у нас обязательно после подачи уведомления, у нас участники строительства, это авторский технический надзор. То есть технадзор ежемесячно предоставляет отчет о ходе работы именно того объекта. То есть это с приложением фотофиксации. Первое, значит, заказчик, подрядчик, авторский технический надзор. То есть все данные, значит, какие разрешительные документы, к какой категории она относится. Полностью все данные, значит, какие нарушения, есть ли ограждения, допустим, есть ли, значит, пункт мойки колес, паспорт объекта. Соответствует ли он всем нормативным? Были ли какие-либо выявлены нарушения в процессе строительства со стороны технического надзора? Технадзор, чтобы понимание было, он отвечает за качество строительных монтажных работ. Вот, соответственно, можно сказать, они, наши глаза и уши строительства на объекте. Мы не выезжая, видим этот отчет. Они отправляют через базу ЕКРЛУС, обязательно в порядке, с привязкой к этому уведомлению, к этому объекту. Естественно, мы этот отчет видим, смотрим, принимаем. Наглядно причем, да? Да, мы, не выходя из кабинета, у каждого есть свой логин, пароль инспекторов имеется, строительных инспекторов. Они заходят, смотрят, значит, по данному отчету, на какой стадии объект строительства, во-первых, какие нарушения технадзора выдавал. И вообще, либо даже, когда фотографии прикладывают, допустим, инспектор, если он видит какие-то нарушения, он может даже отразить в этом отчете, то есть вернуть на доработку данный отчет, указать конкретно, здесь, здесь, здесь нарушение, не соответствует проектно-смертной документации, и вернуть на доработку этот отчет. Технадзор принимает этот отчет, дорабатывает, устраняет нарушения и повторно отправляет данный отчет. То есть это мы называем камеральный контроль, не выезжая на объекты. Ну, вы понимаете, да, у нас область большая. Да, и строительство сейчас. Да, будет, идет строительство, вот, допустим, тот же Уржар, там, сколько домов отдыха, допустим, строится на берегу, да, Алла-Коля. Соответственно, контроль нужен. У нас на всю область, на сегодняшний день действующих 4 инспектора, буквально мы штат расширили, сейчас будем набирать. Кстати, вот здесь хотелось бы отдельно остановиться, что очень мало профессиональных, ну, как бы специалистов, кадров, очень кадровый голод, так говорим, у нас в области. Сейчас даже, насколько я знаю, в аппарате в области всего вакантных, около ста, наверное, вакантных мест. То есть конкурсы объявляются, люди не идут, где-то идут и так далее. Да, мне кажется, просто, ну, нет таких специалистов, даже если есть у них единицы, наверное. Требования, какие у нас, допустим, если брать главного специалиста именно в сфере архитектуры, это обязательно образование строительное, архитектор, опыт работы не требуется, то есть специалистам идти. Соответственно, если он по образованию подходит, он может работать, участвовать в конкурсе и, пожалуйста, добро пожаловать к нам, как говорится. Я вот, сколько мы существуем, больше полтора года, везде, можно сказать, ходим, там, ярмарка, вакансии, да, там бывает, то есть спрашиваю, людей приглашаю, там, то есть к нам, что, правда, понятно, там, государственная служба, ответственность большая, то есть в этом плане, да. Ну и поступить на госслужбу же тоже конкурс на основу. Ну, определенные этапы есть, да, поступления, но я считаю, что поступить на госслужбу, сертификат получить не так уж сложно, то есть есть определенные вопросы. Если ты специалист, если ты… Ну, как бы там почитать ее, там ничего сложного здесь как бы нету. Мы немножко отклонись. Нет, это правильно, на мой взгляд, что нужна такая площадка, где можно было бы заявить о том, что… Действительно, вот как только образовалась область, многие управления, департаменты, руководители говорят, что у нас кадровая проблема. Сейчас она немножечко выправляется, но вот изначально, например, департамент по чрезвычайным ситуациям говорил, что руководитель департамента, что у них 70% только укомплектовано было штата, а остальное нет. Департамент по государственным доходам тоже потихоньку-потихоньку комплектует, но изначально очень сильная нехватка была именно качественных, хороших специалистов. Ну, там проще, там с города все перешли в область, и, получается, в город набирают теперь, а в области там штаты сильные, крепкие. Ну, у нас вот да, здесь есть… Здесь вот города нету, видите, у нас не было до этого и управления нашего такого… Отдел, по-моему, какой-то был, там два человека работали. Ну, отдел вот по трудовой инспекции, отдел был, но именно по линии ГАСК, если брать, у нас ГАСК Восточно-Казахстанской области, они в Ускамане сидели, то есть один куратор, условно говоря, был по городу, семей, он здесь не сидел. Он приезжал по мере поступления обращения. Ну, теперь, теперь все на месте. Теперь, да, вот я еще вот касательно камерального контроля еще не договорился. Здесь еще хотелось добавить, что на постоянной основе проводится мониторинг. Это правило проведения мониторинга по строящимся объектам. То есть мы совместно с отделом архитектуры на постоянную неделю раз осуществляются совместные выезды в рамках мониторинга, где выявляется незаконное строительство объектов. То есть есть те объекты, которые начинают строить, недобросоверно, скажем так, безразрешительные документы. Мы те выявляем и принимаем соответствующие меры, то есть в рамках мониторинга. Ну, вот на моей памяти, ну, это еще до того, как мы стали областью, по-моему, поселок Энергетик выкопали котлован, что-то там постояло, и они его обратно закопали. Ни грунт не позволял строить дом, ну, вот выдали запретительные документы. Этапы, да, есть определенные этапы при начале строительства, это обязательно, изыскание должно, в первую очередь, да, изыскание грунта. Возможно ли действительно, как вы говорите, там строить или нет? Там вода просто была. Ну, вот, да, грунтовая вода, то есть заключение эксперт дал, что там невозможно такой-то дом поставить, поскольку он несоответственно, завтра трещины пойдут и так далее. Тем более, насколько я знаю, сейчас стараются дома с подземным паркингом строить, а там уже, в принципе, паркинг в воде, получается, будет. Все понятно, то есть получается, что контроль проводится поэтапно и регулярно. То есть, да, чтобы такое понимание было, не так по мере поступления обращения. То есть, да, понятно, у нас в рамках предпринимательского кодекса нас немножко ограничивают в плане проведения проверки. То есть, при поступлении обращения мы выезжаем, принимаем меры, соответственно, проверка регистрируется в отношении застройщика. Но здесь, как я сказал, касательно камерального контроля, то есть на постоянной основе отчета по всем строящимся объектам, у которого разрешительные документы имеются, камеральный контроль проводится со стороны инспекторов управления ГАЗ. И в части, где объекты без разрешительного документа строятся, это как раз-таки мы в рамках мониторинга. А какие меры можно принять? А, ну, давайте начнем с нарушений. Вообще, какие самые распространенные нарушения в сфере строительства? Да, основное нарушение это как раз-таки, это первая, строительно-монтажные работы без подачи уведомлений о начале строительно-монтажных, как я в начале сказал, да, то есть они должны уведомлять нас. Соответственно, предусмотрено статья 463 строится без уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ. Также есть у застройщиков разрешение, уведомление, но они отклоняются от утвержденного проекта смертной документации. Условно, скажем, по проекту у него предусмотрен пятиэтажный жилой дом, фактически он 7 этажей, то есть 9 этажей условно. То есть отклонением от утвержденного проекта. Такое бывает, да? Я думаю, нечасто, наверное. Да, да. И также отсутствие исходно-разрешительных документов, это согласование АПЗ, эскизного проекта, который изначально. Также бывает использование земли, то есть самозахватка государственной земли. А, участок не будет, да? Да, участок не соответствует. То есть в таких случаях мы также иск подаем, меры принимаем. А вот о мерах-то хотелось бы объяснить. То есть вы можете изъять это все и снести? Нет, изъятие земельным участком занимается департамент земельными ресурсами. Запретить строительство. Да. То есть здесь хотелось бы, если мы выявляем незаконное строительство, то есть есть понимание, незаконное строительство и самовольное строительство, это две разные вещи. Да. То есть незаконное строительство, мы когда говорим, когда у него отсутствует земельный участок на строительство. То есть право возможное в свое время было, аренда закончилась, скажем так, и она автоматически государственная стала. То есть он построил на этом объекте или строит на этом земельном участке объект какой-то. То есть мы выявляем такие факты, принимаем меры. 319 статья АДМ-кодекса предусматривает санкции снос. Материал направляется в судебный орган, специализм, межрайонный административный суд города Семеси, в городе находится. И там принимают судебное решение, привлечение к АДМ-ответственности в виде штрафа, а также сноса, либо без такого. Это уже на усмотрение судей. Более того, нами выдается предписание на устранение замечаний. То есть мы отдаем определенное время. То есть это сколько там? 30 дней по зависимости от нарушения. После случая не устранения предписания, материал инициируется, исковые заявления в судебный орган на принудительное исполнение данной требования предписания. Ну серьезно, здесь и деньги, наверное, не маленькие. Что дом построить, это не собственно квартиру выкупить и магазин открыть на первом этаже здания. Ну определенная смета есть, да. Ну зная застройщик, что у него определенные расходы идут, но он идет на это. То есть незнание закона, как мы все знаем, не освобождает. Да, естественно. Я считаю, что любой застройщик до начала работы, он знает, что необходимо получить. Даже не нужно быть каким-либо юридически подкованным, чтобы начать в любом месте не начнется строить. Да, естественно. Понимаешь же, что там какие-то определенные документы должны быть. Даже земля, если есть, это не говорит о том, что вот у меня земля есть. Еще почутые строят. Да, да. Тоже это как бы... Тем более в черте города, насколько я знаю, очень строго. Особенно облик архитектурный должен стоить. Сейчас точная застройка, как вы знаете, уже особое внимание на это обратили, да. Как бы в этом плане. А вот по некачественным материалам бывали ли случаи, когда приходилось... Да, были случаи, были случаи, как мы говорим, некачественные, а материалы строительные, бывшее употребление. Ага. Вот такие. То есть где-то разобрали, привезли, да? Да, здесь, вы знаете, да, у нас в области очень много заброшенных какие-то панельных... Недостроенных, да. Недостроенных, да. Советские времена еще какие-то остались, да. Тот же Курчат, насколько я знаю, и потом вот... Шульбинск, что далеко ходить. Тоже я видел там какие-то мастрые. Ну, да, ну, много, знаете, да, как бы. Вот демонтируют и начинают, как бы, ну, такие вещи. Ну, этот материал дешевле, да, насколько я знаю? Ну, знаете... Ну, и качество, наверное, хуже, соответственно. Да, есть лаборатория, соответственно, сертификат должны быть на эти, то есть там излучение, радиоизлучение. То есть все это проверяется, все это делается перед использованием. То есть должны быть, соответственно, сертификаты на материал для применения дальнейшего эксплуатации, то есть для дальнейшего монтажа данного объекта. То есть если такие документы отсутствуют, и вообще в целом, согласно СПРК, запрещается строительство материалов бывшего употребления. То есть такие факты мы сразу пресекаем, материал на снос отправляем. То есть есть определенные решения суда по демонтажу таких объектов. Ну вот я, когда готовился к программе, вычитал на вашем официальном сайте, что еще вы занимаетесь выдачей лицензии, аккредитации и аттестации. Все верно. Вот можно несколько слов об этом, что за лицензии, что за аккредитации, что за аттестации? Да. Касательно аттестации, то есть у нас аттестация выдается на физические лица. Аттестат – это технического надзора, который я говорил, нам отчеты предоставляют. Есть три вида – это несущие ограждающие, инженерные сети и оборудование. То есть мы такую аттестацию проводим, этих технадзоров. Любой соответствующим опытом он может обратиться, получить у нас аттестат технадзора и заниматься этой деятельностью. То есть технадзор ввести качество строительно-монтажных работ. Также вот касательно лицензирования. Лицензирование на изыскательскую деятельность – это как раз-таки до начала работы, я и говорил, да, изыскание проводить. Мы выдаем проектную деятельность – это разработка проектно-сментированного документа на строительство объекта. Это обязательно лицензируемая деятельность. Также наше управление выдается именно в области АБА, если они зарегистрированы у нас. По деятельности строительно-монтажных работ. То есть лицензия на строительство. То есть лицензированная перед началом, то есть любая подрядная организация, как вы знаете, должна быть лицензия. Данная лицензия делится на три категории. Третья, это самая первая, которую можно получить, это третья категория, они могут вести только, строить на объектах третьего уровня ответственности. Вторая категория делится, это уже где более пяти лет стажа, опыта работы есть. У него уже определенные инженерно-технические работники, материально-техническая оснащенность имеется. То есть это вот вторая категория. И самая первая категория, это если стаж более 10 лет в сфере строительства, уже есть определенная производственная база у него в частной собственности, техника, инженерно-технические работники. То есть это первая категория. То есть так, что не надо там подрядной организации нанимать? Да, он просто поэтапно. Я, допустим, сегодня получил третью категорию, 5 лет прошло, я работал, я могу получить вторую категорию. Соответственно, 10 лет прошло, я уже в этой сфере давно работаю, могу на первую категорию. То есть при получении первой категории он может на всех объектах проводить строительную монтажную работу. Вне зависимости от того, что он должен соответствовать этой категории. Да, то есть вторая категория, у кого имеется лицензия, он не может первую категорию объект генеральным подрядчиком быть. Но в качестве субподрядчика он может по определенным видам работы, которые у него в приложении, лицензии. То есть все эти услуги, как являются государственные услуги, для получения необходимо подать заявление с приложением необходимых документов через веб-портал е-лицензирования. Это как государственная услуга. Могут получить физические и юридические лица. То есть неважно, и по-того. Также вот касательно, вы говорили, аккредитации. По аккредитации у нас, одну аккредитацию выдаем, это вот в части управления проектами. Что такое управление проектами, чтобы понимание было. Управление проектами в себя, то есть в функции входит это авторского надзора, технического надзора, в то же время подрядная организация. То есть, скажем так, на простым языком я хочу строить. Но я не хочу искать технического надзора, ходить там подрядчика искать, у кого лицензия соответствует. Ну, я в этом плане не хочу. Я нанимаю у кого управление проектами, у кого есть аккредитация. Прихожу к нему, говорю, слушайте, вот сроки такие-то, мне подключить построить этот объект. Все, я с ним заключаю договор. Управление проектом, у него есть аккредитация, он, соответственно, всеми этими делами занимается полностью. И, если происходит, объект построен, дает, грубо говоря, ключи. Все, вот объект зарегистрирован в органах юстиции со всеми разрешительными документами, где прошедшие. То есть, вот это уже с вами работает и со всем... Да, управление проектом как раз таки этим и занимается. Полностью на себя все вот эти разрешительные документы, полностью все риски берет на себя. Ну, как бы вот... А у нас есть в городе такие? У нас одна организация получила управление проектами. Ну, не хотелось бы сейчас назвать. Мы же госорган, да. У нас есть, да, как бы, я думаю, люди всегда могут там в интернете набрать, в соцсетях. Ну, просто я смотрю, это такое уже глобальное что-то, да. Это не просто так вот какая-то строительная компания, которая что-то строит там. А это уже что-то, что может прямо самостоятельно изнать. Конечно, конечно. Вот и до, да. Вот и до, да. Я просто заказчик, у меня, скажем, земля только есть. Я подхожу к управлению проектами и говорю, ребята, постройте мне этот... Мне нужен такой-то объект, просто параметры указываю, все. Дальше они все риски получения разрешительных документов, все вот эти вот... Ввод в эксплуатацию объекта, отчеты и так далее, и так далее. Все, всеми этими делами будет управление проектами. А вы только получаете отчеты, да, собственно говоря, как заказчик. Нам разницы нету, кто нам отправляет. Имеется в виду не то, что у нас есть заказчик, он нанимает просто управление проектами, тот человек занимается со всеми процедурами, предусмотренными законом об артуре деятельности, а также правилами прохождения разрешенной процедуры. То есть все соблюдают, просто заказчик этим не занимается. Он заплатил все? Да, занимается управленными проектами. Вот это его основная работа. Ну, как бы вот вкратце, можно сказать, что... Я, да, я предлагаю все-таки потом подробнее уже отдельно поговорить, потому что у нас сейчас еще одна тема есть, и мне бы хотелось тоже услышать, потому что я думаю для многих тех, кто особенно стоит в очереди на жилье, или планирует покупать жилье, а может быть строить. Вот тема строительства как раз-таки очень актуальна, щепетильна, потому что, да, и где строят, как строят, с какого материала строят, есть ли разрешение, потому что иногда ты смотришь, да, действительно, ну, дом здесь находиться, по-моему, ну, не может, потому что там стена в стену, как-то где-то что-то. Но, опять же, это два коммерческих объекта. Ну, если объект коммерческий, земля этого человека, ну, строй, пожалуйста, да, вроде как бы ничего такого нет. Ну, вот, допустим, в Российской Федерации, в Новосибирске бывают частенько, там, например, вообще там уже настолько земли не хватает, что действительно вот ты вот можешь руку пожать человеку в окно соседнего дома. Мне кажется, это уже так, наверное, сильно. Ну, есть градостроительные требования, есть норма градостроительства СПРК. Там четко прописано именно, какие отступы должны быть от каких объектов. В зависимости от пожаробезопасности, противопожарно-разрывы, инсоляция, да, инсоляция, да, чтобы, понимали, чтобы солнечный свет как падает. То есть такие отступы предусмотрены. То есть есть зависимости от объекта. То есть есть, где глухая стена, нету окон, там можно немножко снизить. Ну, даже если стена к стене, то не проблема. По высоте домов, в случае согласия, допустим, смежного участка. То есть такие моменты надо каждый индивидуально рассматривать. Это как раз-таки пререгативы органов архитектуры при согласовании с кизом проекта. Они все эти нормы должны учитывать. Спасибо большое. Ирлан Сергеевич Бусынович, вопрос. Какая у нас работа проводится в сфере трудовых отношений? В сфере у нас трудовых отношений проводятся, конечно, контрольные проверки. Согласно обращению работников, даже работодателей, на сегодняшний день, что нужно сказать? Управлением, непосредственно инспекторами труда рассматриваются обращения. За первый квартал этого года нами было рассмотрено 240 обращений, в том числе письма 522. В этом плане у нас были назначены проверки в отношении работодателей, были выписаны предписания, установлены нарушения. Такие нарушения, как допуск к работе без заключения трудового договора, это очень распространенное нарушение. То есть работник с работодателем договаривается, работодатель принимает и не заключает при этом трудовые договоры. То есть, соответственно, не идет никаких пенсионных отчислений? Да, пенсионных, как бы избегает. С специального страхования и так далее. И после уже работник, как выясняется, за не выплату зарплаты приходит к нам. А его там нет, да, в принципе? А вот там уже, получается, документально не подтверждены трудовые отношения. То, что хотелось сказать, то, что при трудоустройстве необходимо заключать трудовые договоры, требовать от работодателей заключения трудовых договоров. И второй экземпляр должен быть у работника. Вроде бы элементарная вещь, да, просто заключить договоры, и те как бы не соблюдаются. Видите, как такие являются факты. В трудовых договорах должно все расписываться. Это также размер заработной платы, условия труда. Ну, вот эти все должны быть. А что сильнее, трудовой договор или трудовой кодекс? Конечно, трудовой кодекс. Это закон же, свод законов. Согласно требования закрываться. А если бывает такое, что противоречие? То есть, например, кодекс говорит одно, а в трудовом договоре указано, что другое. Бывают противоречия, но все равно закон выше. Значит, сам договор заключен, то есть, составлен неверно. Вот и все. Это все определяется. А это не какие-то, или нет? Каждый там как хочет, так и составляет. Нет, типа нет. Согласно сфере, да, они заключаются. Скажите, а вот больше нарушений или обращений, это, я так понимаю, частные какие-то компании, или есть из государственных органов? Все субъекты имеются. Вне зависимости от субъекта, да, у нас проводится проверка. В основном частные структуры. Малый бизнес в основном у нас идет. Такие нарушения допускают, не уплачивают заработку в сроке, в объеме. То есть, привлекают работников в сверхурочной работе, ночные, праздничные дни. И при этом оплату не производят. Вот я хотел как раз сказать, самые распространенные какие нарушения встречаются. У нас просто как люди очень доверчивые. Многие говорят, что ну ладно, я поработаю, ладно, там просят выйти. А брал срочно выйти, хорошо. А потом, когда пытаются что-то там, ну, возместить уже, ну, извините, ты уже отработал. Вот зачем теперь? Да, да, бывают такие моменты, да. В связи с отсутствием каких-то либо доказательных документов, это приводит к трудовому спору. Мы рекомендуем работникам обратиться в суд. В случае, если имеется свидетель, то, что документально это не подтверждается, трудовые отношения. Вот такие моменты много у нас, которые приводят к трудовым спорам. Ну, вот это видео, фото, фиксация, допустим, да? Ну, доказательную базу просто собрать человеку, что и подать. Ну, я вот, да, сейчас вспоминаю, есть же такое понятие, как сезонная, да, работа, вот обычно нанимают, да, там. Особенно строится летний период, какие-то бригады и так далее. Да, или чабаны, да, чабаны, вот там тоже же явно трудовой договор у многих не заключается. Да, не заключается, да. Просто платят, кормят, и ты там паси, а мы уже тут выплачивать будем якобы. Да. Приедешь, тебе вот сумма какая-то. Такие у нас поступают, в принципе, обращения, да. А есть возможность защитить человека? Если нет трудового договора, допустим. Конечно, мы назначаем проверку. Изымаем объяснительные, так же сверяемся. Случаи, если доказательная база отсутствует, то мы рекомендаем обращаться в суд, то, чтобы привлечь свидетелей так же, и доказывать это в рамках судебного процесса. Ну, вот, наблюдая за нашим эфиром, совершенно недавно был случай, да, где вот и по... ну, я могу характеризовать как несоблюдение там какое-то, да. Ну, это, наверное, можно отнести к технике безопасности, несоблюдению техники безопасности где-то на работе. Много ли подобных случаев? Потому что у нас все-таки промышленность существует, у нас несколько заводов, особенно добывающих предприятий, горнодобывающих предприятий. И там очень часто происходят несчастные случаи, иногда даже с летальным исходом. Увеличилось, уменьшилось их число, и какие меры принимаются. Насколько я знаю, в крупных компаниях там есть инспектор по труду, то есть там штатная должность, который должен отвечать за... Инженер по технике безопасности, да, да. Инженер по технике безопасности, который должен отвечать за работу эту. Да, предусмотрена у них, скажем, инженер, также и служба предусмотрена. Ну, по технике безопасности и охраны труда у нас на сегодняшний день, за прошлый год было сто, где-то восемь несчастных случаев. Это уже по республике Казахстан у нас где-то третье-четвертое место занимает. Но в связи с чем оно произошло? В связи с тем, что у нас, как вы знаете, работники семьи Орманы, 15 несчастных работников погибло от пожара. В связи с этим был возрос несчастный случай. В этом году у нас около где-то за первый квартал 35 несчастных случаев. Ну, все у нас они расследуются комиссионно. Назначается комиссия. Комиссия работает в течение 10 рабочих дней. Делает выводы, то есть, какие нарушения были допущены работодателям. Также рассматривается вина работника. Если есть грубо неосторонность работника, то тоже указывается. И собранные материалы уже направляются непосредственно в правоохранительные органы для принятия решения. Ну, то есть, если несчастный случай, здесь уже это уголовно наказуемо, да, как я понимаю? Ну, это уже при рассмотрении. Работодателям обязательно. А какие меры принимаются или могут быть приняты в отношении? То есть, вы как консультационный орган или как карающий орган, который может наказать? Патронирович орган в сфере безопасности охраны труда, в случае установления каких-либо нарушений, предписаний? Нет, при расследовании, то выдаются рекомендации на устранение. То есть, комиссия дает работодателям на устранение мероприятий. Мероприятия какие-то, да. Починить, лестницу поставить, здесь условия создать работу, открыть, да, например. Там же живут в общежитии, скажем, там кухня, чтобы все это чисто было и так далее. Это, допустим, общежития. За месяц вперед мы уведомляем о том, что будет профилактический контроль. То есть, профконтроль означает без привлечения к административной ответственности. То есть, без мер. Это такая бесплатная возможность. Конечно. Проведение аудита, грубо говоря, на этом объекте. То есть, это хорошо для застройщика, не только за работодателя, да, скажем, профконтроль провели, ему дали заключение, то есть, результаты проверки, он все по нему доработал, отработал и принял соответствующие меры. Потому что, я так понимаю, особенно вот в частном секторе, да, очень много предприятий, которые вот только-только открываются по гранту, по какому-то проекту, да, там, государственной программе. И, ну, открывают их, как правило, люди, которые не совсем раньше работали в этой сфере, знают, да, как работать. Тут же швейный цех, что там техника безопасности должна соблюдаться и так далее. И вот подобные как раз-таки могут помочь очень сильно. Да, хотелось бы вот здесь как раз отметить, что на сегодняшний день более 6 тысяч предприятий, индивидуальных предпринимателей зарегистрированы, насколько я знаю. И это именно ИПО. Если юридические лица брать, это по полторы тысячи примерно, грубо говоря. Вот, представляете, да, то есть я ИПО открыл у него и какой-то действием занимаюсь. Это тоже он набирает себе там кухонных работников. Кафе, ну, скажем, арендует просто помещение. Мебель, сверхмебельный может быть, да. То есть он тоже как официальный работодатель, то есть у него есть ответственность, соответственно, он договор должен заключить и так далее. А таких вот у меня около больше 6 тысяч индивидуальных предпринимателей в нашей области. То есть они каждый день регистрируются, если вы знаете, да, процедуру, ну, как бы. Там буквально 15 минут открыть ИПО, там, не выходя с телефона, там, условно говоря, раз, зарегистрировался, все, я ИПО. У нас плюс один на работодатель. Плюс одна главная, более лишняя для проверок. Я так понимаю, что вот вы приезжаете, смотрите и даете какие-то предписания, рекомендации, которые... Это в рамках расследования. В рамках расследования. Ну, или вот контроля, да? Да, есть. А после вы проверяете, то есть мониторинг? Да, ведется мониторинг, там сроки устранения выдаются, потому что установленный срок. В случае, если отсутствие устранения, то нами проводится контрольная проверка. За необеспечение исполнения, то есть налагается административный штраф и привлекается к ответственности уже административного суду. Да, в суд материально-напрошительное исполнение, как я сказал, да. То есть процедура именно проведения проверки, в рамках нее меры принимаются, и предписание выдается, и в случае неисполнения в суд направляется. В рамках расследования, рекомендации, да, то есть также процедура неисполнения, меры принимаются. Также вот только профилактический контроль, как мы говорим, опять же, в виде профилактики, но опять же, предписание обязательно для исполнения. Ну да. То есть не так, я профконтроль провел, забыл про это. Нет, ну мы... Спасибо, что зашли. Да, зашли. То есть предписание обязательно контролируемое, требуемое у них информация в рамках предпринимательства кодекса, план мероприятий по устранению этих замечаний, обязательно с указанием конкретных сроков, с приложением подтверждающего документов, если в случае он продлевает и так далее. Все эти меры есть, все это законодательно, все прописано. Именно и в сфере строительства, и в сфере трудовых отношений. Ну, я хотел спросить про профилактику, но здесь уже все, в принципе, рассказали. У меня другой вопрос возник. Вы вот в своем выступлении, в беседе нашей, вы несколько раз упомянули различные электронные порталы, приложения, которые работают. Получается, что практически все государственные услуги, которые вы оказываете, они могут быть оказаны в электронной форме? Не практически, а на сегодняшний день так и есть. Все госуслуги оказываются в электронном формате, где конкретно указываются конкретные сроки. То есть, каждая определенная услуга, есть определенные сроки. За эти сроки мы отвечаем. То есть, я лично отвечаю, как первый руководитель предусмотрен. В случае, если мы указанные сроки не оказываем госуслугу, соответственно, дисциплинарная ответственность, выговоры и так далее. То есть, это очень сильно контролируется и очень строго и со стороны высшестоящего органа. То есть, аппарат Акима в области у нас постоянно протоколирует все эти дела. Как госуслуги, это самое важное, как бы у нас, это основная работа. Ну, мне кажется, что вот переход в электронный цифровой формат, он намного ускорил деятельность. Да, да, это обязательно, конечно же. Вот раньше, да, опять же, я возвращаюсь к тому, что выдача разрешения на строительство. Так, человек, чтобы получить выдачу, он заявление писал, к нему прикладывал, там, пакет документов, я не знаю, там, с такими пачками приходили. Очередь. Да, очередь, да, он ждал канцелярии, пока он ее зарегистрирует. Ну, представьте, макулатура там такая вся. А сейчас практически бумажного нету. Даже документы обороты внутри государственного органа, все в электронном формате. Сейчас нету такого, чтобы, там, скажем, специалист бегал к руководителю с бумажкой, подписывал, он, не выходя у себя в кабинете, отправляет на подпись, на согласование. Я уже вижу, какие документы поступают, подписываюсь, согласовываюсь, на выходе. Если человек хочет получить бумажный ответ, ему прям с базы документолога распечатывать с электронной цифровой подписью, с исходящим номером на руки берет. Либо он уже у себя, там, грубо говоря, на телефоне видит. Распечатывает. Да, он видит, все, ответ там, все подписано и так далее. Спасибо огромное. К сожалению, время программы подходит к концу. Да, многое мы не успели сказать. Но я надеюсь, что давайте, может быть, вот в ближайшее время, ну, июнь, июль, август, лето, мы обязательно, есть что сказать, да, хотели еще что-то давать? Ну, я хотелось бы вот обратиться как раз такими нашим населениям, да, нашего области, касательно долевого строительства. А, это тема вообще интересная. Да, тема, конечно, такая, но я кратко просто скажу, что на данный момент в городе Семей, вот у застройщиков отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков. То есть, долевое строительство, при строительстве квартирных жилых домов. Есть определенные три способа, ну, это я могу долго говорить, простым языком сказать, если человек хочет купить квартиру в строящемся жилом доме, он должен у застройщика попросить разрешение на долевое строительство. Вот и все. Если нет, это мошенники, значит, по сути. Возможно, да. Да, если он предлагает договора бронирования, там, предварительно, там, то есть, в обход, это все договора, это суть того же самого долгого долевого строительства, но они в обход называют по-всякому, да, по-разному, но это суть одна и та же. То есть, деньги человек идет, деньги вкладывает, застройщик, то есть, принимает и начинает строить, либо не строит, или там мошенниче занимается и так далее. То есть, здесь хотелось бы отметить, что на сегодняшний день у нас в области отсутствует у застройщиков разрешение на долевое строительство. То есть, его, по факту, не должно быть и нет. Да, да, соответственно, у нас долщиков не должно быть. Если человек хочет, если он рекламу идет, 320-я статья кодекса оба административных правонарушения предусмотрена, мы соцсети мониторим, в случае выявления принимаем меры, то есть, материалы направляем в судебные органы на привлечение денег. Очень хорошо, что вы это сказали, потому что, да, эта тема очень актуальная. Я напомню, дорогие друзья, мы сегодня говорили о работе управления по контролю области АБАИ, ГАКС и инспекции труда. У меня сегодня в гостях Чингис Ниязович Манжолов, первый руководитель управления по контролю, а также Ирлан Серегбусынович Ниатхабылов. Это заместитель руководителя управления по контролю в сфере трудового законодательства. Смотрите нас на телеканале «Семей», смотрите на сайте www.semeetv.kz, а также на нашем официальном YouTube-канале. Также смотрите завтра в 19.00 на телеканале «Семей» программу «Занжа Некоган», в которой вам предоставляется информация о том, как на местах реализуется концепция президента «Слышащее государство». Гостями программы являются судьи и представители правоохранительных органов. Это была программа «Диалог», смотрите нас в следующий понедельник. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok